Помнить о прошлом, пожалуй, единственная возможность жить в настоящем. Без памяти и истории нет будущего. Похожую мысль президент Казахстана высказывал еще в конце лета прошлого года в интервью нашему телеканалу у подножия священной горы Улытау. Я предлагаю вспомнить. Мы должны знать и изучать свою богатую историю. Для этого делается очень многое. Так, например, нами был объявлен год истории со всех концов света, Китая, Ирана и других государств. Были собраны письменные источники по истории казахов. Сколько сведений передавалось из уст в уста и с поколения в поколение. И мы все это должны сохранить для своих потомков. Нашу историю обязательно должна знать молодежь. Есть великое понятие родина. Когда речь заходит о ее защите, каждый в первую очередь думает о родном Шан-Ираке, об отце с матерью, братьях и сестрах, детях, внуках. И с праведными помыслами идет защищать отечество. Поэтому нужно знать свою историю. Будущее народа, который не знает и не чтит свою историю, весьма туманно. Моя мечта и мысль о том, чтобы Казахстан существовал вечно. Поэтому я предложил идею Менгелек-Ель. Мы делаем все, чтобы стать таковой. Я верю, что нынешнее молодое поколение – это патриоты, которые способны помочь развитию Казахстана. Мир и добрососедские отношения – это наша отличительная фирменная черта. Об этом президент говорил уже на неделе в Таразе во время открытия монумента в честь 550-летия казахского ханства. Мы отмечаем торжественное всего на 550-летие образования казахского ханства. И тем самым мы говорим о том, что история казахов и нашей земли имеет глубокие корни, как и другие народы. Вы видите, что творится в мире. Экономический, политический кризис. Льется кровь. Идет война между религиями, между национальностями, между странами. Развивается терроризм. А у нас в Казахстане все живут дружно, понимают друг друга, уважают друг друга, любят друг друга. Дружелюбие и взаимовыручка – это у казахстанского народа в крови. Вот и в честь праздника регионы страны помогли главному городу Жамбулской области, кто чем может. Благодаря этому в Таразе реконструировали улицы, отремонтировали дома и общественные объекты. Ну и вместе, как известно, не только весело по просторам шагать, но и жить легче. Гульнара Жендагулова побывала на церемонии празднования и, почувствовав на святой земле волшебную силу, поняла, зачем всем нам так необходимы уроки истории. С трапа самолета президент отправляется на открытие монумента 550-летия казахского ханства. Городские власти уверены, что территория вокруг монумента станет излюбленным местом прогулок. Тараз к празднованию значимой для казахстанцев даты подготовили основательно. Восстановили улицы и фасады зданий, реконструировали мосты. Областной центр сегодня современный город, в котором каждый шаг – история. Память здесь буквально везде. Вот под открытым небом древние артефакты. Жители древнего городища в своих уютных домах уже тогда пользовались водопроводом. Доказательство истории. Вещественные доказательства истории – это очень важно. И мы никогда этим не занимались. На этой земле не только намады жили, а были люди, которые жили постоянно, строили города. Караван-сарай были. Через это, может быть, мы еще что-то найдем. Конечно, мы стараемся доказать. У археологов планов громадье. На территории музея «Древний Тарас» они намерены создать историко-культурный археологический парк «Конье Тарас». Затем идет самое главное здесь. Задача перед нами – это сохранить. Как это сохранить наше наследие, артефакты, которые доказывают о нашей истории и культуре. Это очень важный момент. Монумент 550-летия казахского ханства ханам Женебеку и Кирею – теперь тоже одна из достопримечательностей Тараса. На открытие собрались те, для кого родина – не пустой звук, а ее история трогает за душу. Как говорят историки, основу казахского ханства заложили в Таразе. Тогда подданные Женебека и Кирея жили между Шу и Таласом в юго-западном Семеречье. К концу 15 века первоначальные границы государства расширятся. Мы отмечаем торжественно всего на 550-летие образования казахского ханства. И тем самым мы говорим о том, что история казахов и нашей земли имеет глубокие корни, как и другие народы. Вместе с этим это отмечают все, кто живет в нашей стране. Наши граждане, любых этнических принадлежностей, с которыми мы стали единым народом, братьями и понимаем друг друга. Сегодня понятие «мянгликель» – вечная страна. И «великая степь улудала» – это все является синонимом нашего развития, устойчивости нашего государства. Нынешние торжества для небольшого города – событие нерядовое. На площади собирается не менее 5000 человек. Нарсултан Азербайев подчеркивает, 550-летие казахского ханства – праздник всенародный. И помочь в его проведении тоже помогали всем мирам. Любой праздник нами используется для того, чтобы сделать больше для людей, для народа. Вы видите, что творится в мире. Экономический, политический кризис. Льется кровь. Идет война между религиями, между национальностями, между странами. Развивает этот терроризм. А у нас в Казахстане все живут дружно, понимают друг друга, уважают друг друга, любят друг друга. На основе нашей Конституции объединяются в рамках Ассамблеи народа Казахстана, которая отмечает сегодня свое 20-летие. Жамбылская область – одна из самых густонаселенных и многонациональных. Тут проживает 100 этносов. Благодатный край занимает особое место в сердце Нурсултана Назарбаева. Древний Тарас, Жамбылская область для меня всегда была самым любимым регионом. Город, расположенный на юге, действительно имеет древнюю историю. Углубляясь в историю, нельзя не упомянуть Тарас. Я знаю, что сейчас в центре открывается большой музей. Проводятся раскопки. Нам предстоит узнать еще очень много нового. Углубляться в историю советуют и казахстанские общественные деятели. Без знаний прошлого нет настоящего. Знать историю крайне необходимо. И те невежды, которые говорят, что это не дело, что достаточно знать только свою родню, они ограничивают и наше будущее. Кирей, Джанибек. Один из многих, можно сказать, пунктов, на котором должно останавливаться наше сознание. По дороге в будущее. Мы преклонили свои головы перед памятником нашим предкам, выразили им свою благодарность, вспомнили свою историю. Слава Всевышнему! Через 550 лет мы все видим и знаем. Все это благодаря мудрой политике нашего президента. Наши внуки, наши правнуки, они счастливые, им повезло, потому что они будут знать всю нашу казахскую историю. Праздник 550 лет казахского ханства для всех казахстанцев имеет большое развивающее и воспитательное значение. То есть, то это не просто гадастархан, не просто юрты, подарки, чапаны. То есть, я бы сказал, что особенно для молодежи, он имеет большое развивающее и воспитывающее значение. Один китайский философ как-то сказал, что если молодые люди сегодня не будут знать свою историю, они, наверное, до конца не поймут смысл происходящего сегодня и в какой-то степени они, наверное, лишены будущего. Память о казахском ханстве, о его основателях и о том наследии, что оставил казахский народ, сегодня и проходит. Такой великий той. Мы тем самым отдаем дань предкам, и это поднимает дух народа. Мероприятие организовали на самом высоком уровне. И я считаю, что это праздник не только казахского народа, но и всего тюркского мира. Праздник в городе проходил несколько дней. На многочисленные мероприятия, да и на сам обновленный Тарас, посмотреть приезжали из-за границы. Это хорошо, что историческая справедливость восстановлена. Всё это было забыто, а сегодня мы восстановили в памяти существование такого периода в жизни нашего народа. Пусть наш народ, наши ельбасы будут здоровы. Приехал с Узбекистана, город Новай. Очень рада, что Всемирная ассоциация казахов встретила нас и пригласила на такой торжественный туй. Всё сделано на высшем уровне. Замечательная подготовка, 550-летие было проведено властями Тараса. А местные жители говорят, их родной город изменился до неузнаваемости. С начала года построено 7 школ и 3 детских сада. В планах открытие 27 новых предприятий. Работать там будут 6 тысяч человек. Мне очень нравится, каждый день удивляюсь. На глазах растёт, красивее и красивее город становится. Всё краше и краше. Благодаря решению нашего президента Нурсултана Назарбаева, принятого в 2014 году в городе Тарас, мы празднуем эту значимую дату – 550-летие казахского ханства. Мы специально ради этого приехали из Китая. Ну а добраться до обновлённого, но не потерявшего исторического обаяния Тараса с недавнего времени стало намного проще. На полосе реконструированного Аулея Та садятся, взлетают уже больше двух самолётов в неделю. Гульнара Жандагулова, Едалер Микбаев, Дулат Интибеков. При поддержке телерадиокомплекса президента Тарас Житакун.